Могут ли инициативы общественников поменять жизнь в городе? Как часто их поддерживает местная администрация? Сегодня говорим о работе городской общественной палаты. И в гостях у нас ее председатель Федор Лавров. Федор Никитович, здравствуйте. Добрый день. Федор Никитич, общественная палата города Владимира. Что за орган, зачем нужен и для кого? Вот, наверное, основные понятия, чтобы расшифровать. Ну, если расшифровывать как раз название, общественная палата города Владимира. То есть, это организация, созданная по инициативе граждан, которые проживают на территории города Владимира. И утверждается той структурой, которая это создает и имеет на это право. То есть, Совет народных депутатов. Решение о том, кто будет непосредственно в городской общественной палате находиться, принимает, как вы сказали, главный человек по депутатам и мэр непосредственно. Нет, они рекомендуют. Рекомендуют. Да, а принимает Совет народных депутатов. Общим голосованием, собранием. Может ли кто-либо из города Владимира, то общественник он или не общественник, вообще никогда им не был. Но он знает, что вот есть у меня такой классный друг и товарищ, вот он прямо за Владимир топит всеми руками. Он должен быть, я уверен, в общественной палате. Уместна ли такая история или нет? Нет, она не пройдет. Почему? Потому что, во-первых, рекомендуют общественные организации. Сам он может проявить, я такой хороший, там, или кто-то у меня друг. Ну, есть Иванов, Петров, Сидоров. Но это не значит, что его туда продвинут, потому что общественные организации рекомендуют главе города, сейчас уже раньше был глава администрации, сейчас главе города изменился устав, изменился рекомендательное, кто проводит, значит, рекомендует в палату. Значит, и Совет народных депутатов тоже смотрит, председатель смотрит, от какой общественной организации ее рекомендуют, соответствуют ли его данные. Там есть специальные трибуны. То есть и критерии, да? Критерии, конечно. Во-первых, он должен проживать на территории города, ну, быть прописанным там, проживать в городе Владимире и остальные, какая общественная работа, чем он занят, какая его трудовая деятельность, чем он знаменит, его характеристика, то есть, ну, то есть, все просматривается. После этого только Совет народных депутатов тоже может отменить, если, допустим, глава города рекомендует, а Совет народных депутатов будет против и не проголосует за данного кандидата. Это тоже возможно такое. Хотя у нас такого не было. Были согласования в комитетах, и они сначала в комитете Совета народных депутатов просматривали их и дальше выводили на уровень общего собрания. Насколько по времени избираются вот эти 20 человек? Три года. 20 же, да? Да, 20 человек. На три года. Кто на сегодняшний день в общественной палате? Можно без имен, без фамилий, а просто чем эти люди занимаются? Разные направления, потому что у нас в палате 4 комиссии, и там рекомендуют специалистов именно того профиля, где они больше работали. Комиссии, например? Например, социальная комиссия. Это много себя включает. Это образование, спорт, культура, физкультура. Все, что связано с пенсионерами, ветеранами. Так, социальная история. Возглавляет. Я могу не скрывать, это человек, который с этим делом был связан пожизненно. Это медицина, это образование. У нас сейчас представитель комиссии, она и зам, это Верона Гуськова. Кроме, помимо социалки? Помимо социалки, значит, жилище коммунальное. Дальше комиссия по взаимодействию с органами власти, это юридическая значимость. Принимаются законы, какие законы. И экономическая, то есть экономика. Что связано с бизнесом, как люди вкладываются, как работают. Вот четыре комиссии, которые у нас выбирается. Председатель, люди входят в эти комиссии, подбираются именно специалисты этого профиля. И они уже, к ним присоединяются еще эксперты, которые мы можем привлекать. Они могут быть не членами комиссии, но комиссии, если считают нужным посоветоваться и знать мнение специалиста, мы привлекаем сюда эксперта. Они также у нас в структуре. Как часто общественная палата собирается и по какому принципу выбираются вопросы, которые обсуждаются, которые рассматриваются? Ну, во-первых, механика. Значит, члены палаты просматривают свои направления. По ним определяются, что важно для города. Сначала сами. Потом поступают какие-то заявления от граждан, которые мы также фиксируем и смотрим, действительно это проблема или нет. Мы включаем свой план работы. Нам никто не указывает, чем заниматься. Ни администрации, у нас нет вышестоящей. Нам никому, в принципе, не подчиняемся. Общественная палата. Общественная палата, да. Поэтому мы сами себе выбираем то направление деятельности, которое необходимо для того, чтобы рекомендовать помочь структурам нашим в муниципалитете решать вопросы для благосостояния нашего города, для граждан. Значит, раз в квартал собирается палата, значит, комиссии работают постоянно. Но они могут собираться хоть каждый день, но это не нужно. И совет палаты, который встречается не меньше, чем раз в месяц. Вот такая структура. Итоговое финальное решение принимается на общем собрании? На общем собрании палаты, да. Много ли на этом общем собрании рассматривается вопросов? То есть это 2-3 вопроса или это 2-3 десятка вопросов? Нет. До 5 вопросов есть на общем собрании, которые мы утверждаем. А хотя комиссии работают, много вопросов поступает, они выделяют основные вопросы и после этого выносят на решение палаты. Последние примеры. Приведите, какие, соответственно, решения палаты принимала, с какими рекомендациями выходила, то есть какие вопросы рассматривала. Ну, если осмотреть такие глобальные вопросы, которые обсуждали с палатой, это вопросы, связанные с жизнедеятельностью всего города. Это, допустим, левые повороты, которые были по нашей магистрали. М7? М7, да. Мы даже проводили слушания по этому поводу. И после этого палата утверждала и рекомендовала муниципалитету рассмотреть тот или иной, какие-то варианты были. Мы совместно с администрацией, уже с управлением транспорта разбирались. После этого только мы вместе с администрацией проводили слушания и принимали какое-то решение. Потом решения принимали такие серьезные по благоустройству и сохранению князь Владимирского кладбища, по парку дружбы, по лыжне прокуророва. Потому что там тоже есть вопросы, которые с частной собственностью связаны. Что там строить, какие дома и как трассу содержать, для кого она должна быть. То есть это лицо города. И изюминка, который нужно использовать. Это связано как раз с именем Алексея Прокуророва. Здесь проводятся соревнования. И нужно это было узаконить, посмотреть. Поэтому мы с управлением архитектуры смотрели, как это можно проводить. Серьезный вопрос был по присвоению города Владимира ходатайству жителей, инициативной группы. Палата поддержала. И мы проводили также слушание присвоению статуса Владимиру города трудовой доблести. К сожалению, пока этот вопрос не решился. Но, видимо, потому что все документы были поданы и в администрацию Владимирской области, и в ЗАГС Собрания. Они поступили в движение Победа, который курирует президент. Но сейчас ситуация такая, что пока, видимо, этот вопрос не решен. Других забот хватает. Но это тоже серьезный вопрос, который палата обсуждала и решали вопрос. Вот последние мы проводили именно с спецоперацией, которые проходят у нас на Украине. Проводили благотворительный концерт по сбору средств для людей, призванных защищать нашу страну. И те средства, которые были собраны от концерта, мы сейчас будем направлять на необходимую помощь военнослужащим. Потому что и эту инициативу провели члены общественной палаты. Мы их поддержали, они сами организовывали на базе городского дома Дворца молодежи. И мы там проводили буквально 4 ноября. Вы сказали, что общественная палата выходит с рекомендациями к депутатскому корпусу, к администрации города Владимира. А как вот именно эти стороны относятся к этим рекомендациям? То есть, ну как бы, да, рекомендация это не требование же. То есть, это же можно, так сказать, и... Ну так, ну да, что-то вот они там просят. Дадим, не дадим, мы это сами решим. Вот это вот как? Взаимодействие. Я понял. Вначале были такие опасения, и мы выходили с предложениями, а на нас так смотрели, вы кто такие, зачем вы пришли? Мы здесь главные, и мы сами все решим. Да, мы сами с усами, да. Но потом, ну видимо, как раз вот то, что в палату входят люди, которые прошли, так сказать, огонь, воду и медные трубы, какой из себя представляют, и неудобно уже и молодым депутатам, и тем людям, которые находятся в муниципалитете и работают, неудобно уже отказываться. Видно, авторитет палаты и люди, которые в палате, они поменяли многое мнение. И вот я третий срок возглавляю палату. И я вижу разницу, когда было вначале, и мы ходили и доказывали. Даже вот когда был вопрос о присвоении статуса города, трудовой доблести, когда я ее предложил главе города, ну было вот так это, а зачем, а почему. И многие люди в муниципалитете говорили, ребята, у нас нет заводов, зачем поднимать, все развалено, какая трудовая доблесть. Потом мы доказали, что это память о тех людях, которые отдали жизни и защищали, и работали на благо страны. И потом это дело перевернулось, и с нами работали. И муниципалитеты, там по жилищно-коммунальному хозяйству очень много вопросов, которые муниципалитет говорит. Ну, мы и так знаем, что нужно делать. Там разрытие какие-то, городская среда, мы на нее очень обращаем внимание. Детские площадки, спортивные площадки. Потому что у нас много национальных проектов, по которым спускаются средства, они используются, осваиваются. Но польза от них какая есть или нет. Они освоились, деньги прошли, а их площадки развалили. Перекоп земли сделали. Только-только, допустим, трассу какую-то отремонтировали, а через несколько времени ее опять разрывают. Кто отвечает за это? В связи с этим можно ли назвать общественную палату города органом контролирующим? Рекомендующим. И контроль с нашей позиции есть. У нас есть соглашение с прокуратурой, с управлением внутренних дел, куда мы имеем право по закону... То есть, ребята, вот здесь вот разрытие-то сделали, а вовремя не зарыли. Не зарыли, да. И прокуратура имеет право проверить обращение общественной палаты и УВД о тех нарушениях, которые есть не только в муниципалитете, а и с другими структурами. Это не только... Есть хозяйственные субъекты, которые не подчиняются администрации. Они самостоятельные, частные и так далее. Они что-то натворили. Мы имеем право на них обратиться и подать на них надзорные органы. А примеры свежие можете привести? Вот что было такое, да? Они могут быть не отрицательными, может, положительными. Нет, к радости своей могу сказать, что мы не обращались. И те, значит, предложения и рекомендации, которые общественная палата рекомендовала выполнить, и муниципалитету, и депутатскому корпусу, хотя они тоже работают с населением, и бизнесу выполнялись, и нам не требовалось обращения вот в такие структуры. От нас быстрее идет. Допустим, мы сравниваем. Если человек просто гражданин, житель нашего города обратился, там куда-то пошел, ну, это не значит, что его примут, и тут же с ним будут работать. Все это долго. Долго, да. Пока пройдет. Может быть, и по закону это будет длиться, и сроки будут установлены. Но если обращаемся мы, и к нам обратились жители, могу сказать, что быстрее намного отношение... Процесс. Процесс, да. К слову, да, по поводу к нам обратились жители, обращаются ли, как часто, и с какими вопросами жители в общественную палату города? Или все-таки это немножко орган, немножко для другой истории? Ну, обращаются, потому что не знают, думают, что мы всесильные, и все можем. Так. Ну, вот последний, могу сказать, там житель обратился, он художник, хочет, чтобы был у нас введен, награждали орденом Владимира Мономаха. Нужно его утвердить, посмотреть. Мы, конечно, приняли у него это обращение, мы будем рассматривать, но это не наша, так сказать, полномочия. И трудно сказать, чем это закончится, и будет ли этот вопрос юридически узаконен, как это будет. Мы просто еще не рассматривали его. Это буквально недавно к нам обратились с такой просьбой. А так, в принципе, по звонкам, где-то, чего-то обращаются люди по князь Владимирскому кладбищу, по сохранению там определенных сохранений, могил, которые там находятся. Вот много было таких обращений. У нас даже мы создали с помощью палаты и Совета народных депутатов, создали попечительский совет именно по князь Владимирскому кладбищу, потому что это серьезное такое мероприятие, которое нужно постоянно работать. И мы с ним контролируем, поддерживаем. 330-518. Правильно я понимаю, что именно по этому номеру граждане могут позвонить? Да, это телефон общественной палаты, но, к сожалению, мы не всегда там, мы же не дежурим. Но когда идут звонки, мы принимаем. И у нас есть на сайте администрации еще управление, которое принимает звонки, и нам в палату сообщают, я сейчас не помню, телефон этого администрации, по работе с общественными организациями. Есть тоже такая информация. Мы с ними работаем постоянно. И через Совет народных депутатов то же самое, если обращаются к депутатам, они нам сообщают все проблемы, потому что мы примерно такие же комиссии у нас созданы, как и в Совете народных депутатов. И мы, если проводятся совместные совещания, допустим, по ЖКХ, и мы приглашаем туда специалистов, именно наших, и депутатский корпус, которые в этом направлении работают. — Кстати, много ли обращений прилетает с другой стороны? То есть не от жителей, а от депутатского корпуса, от отдела по работе с общественными организациями, от отдела по работе с обращениями граждан администрации города Владимира. То есть непосредственно оттуда вам перенаправляют? — Да, перенаправляют. Но больше всего именно с администрацией, с муниципалитета. Потому что депутаты стараются как-то сами решить этот вопрос. — По своему округу. — Да. Но мы все равно связываемся. И если они совпадают, мы же общаемся с депутатским корпусом. И если этот вопрос касаемо и их, и нас, мы вместе решаем эту проблему. — А что касается вот этого номера 330-518, номера городской общественной палаты, люди звонят, консультацию оказываете? То есть человек просто не знает, куда ему... — Да, мы рекомендуем, куда лучше обратиться, и кто может сразу помочь. — Примеры, если помните. — Примеры есть по земле. К нам обращались. Это по Юрьевцу. Там дорога была. Мысина, по-моему. В плане администрации она была сделана. Но, видимо, какие-то проблемы были. И к нам стали обращаться здесь помочь. Ну, мы как помогли? Мы связались с управлением, соответственно, земельным управлением. И как-то объяснили. Дали телефон, куда можно позвонить и решить этот вопрос. — А есть ли обращения не по адресу вообще? Бывают такие? — Ну, как-то мне не приходилось. — Не доводилось? — Да, нет, такого не было. — Какие на сегодняшний день вы, как руководитель, видите, может быть, недоработки, проблемы? И над чем предстоит более углубленное изучение по городской общественной палате? То есть над чем сейчас работать, да? И где, так сказать, гаечки подкрутить? — Ну, проблемы, во-первых, они не проблемы. Это, будем говорить, связанные... — Рабочие моменты. — Рабочие моменты, да. Потому что приходят разные люди. Вот в палату рекомендуют. И некоторые, приходя в палату, думают немножечко не совсем правильно о их задаче. Думают, что мы вот сейчас примем решение, а не будем влезать в проблемы, а просто примем мы все, какое-то решение. И тем самым не объясняют, не изучают, не вписываются. Ну, дескать, у меня и своей работы много. — То есть не в теми? — Да, они не совсем вникают. Но мы объясняем это, так сказать, на своих собраниях с людьми. Я встречаюсь, объясняю, для чего бы вас рекомендовали общественность для того, чтобы вы пришли в палату. Но это такие единичные случаи, связанные как раз именно с внутренней работой. Это нормально, ничего страшного в этом нет. А проблемы... Вот мы уже вначале говорили о том, что были проблемы с значимостью работы палаты. Не все понимали, в структурах власти нужна ли она. Иногда путали. И не только мы. Корреспонденты некоторые задают вопрос. А зачем эта палата? — Какая от нее польза? — Какая польза, да. Ну, я объясняю этим, так сказать, людям, которые сомневаются в пользе. Придите, посмотрите, поучаствуйте. И вы поймете, что проще населению решать свои проблемы, если это участвует и общественная палата, и члены общественной палаты в этом, помогая и людям, и муниципалитету. Потому что не всегда муниципалитет может так же достучаться, справиться с теми проблемами, которым нужно помочь людям. — Планы на будущее, наверное, и перспективы, которые вы видите у городской общественной палаты? — Ну, планы на будущее, они одни и те же. Помогать людям, и чтобы город наш был, так сказать, приятным для самих жителей, для гостей города. И мы сейчас в последнее время слышим, что те люди, которые приезжают в город, они видят изменения. Изменения в лучшую сторону. Да, проблем хватает. И я думаю, что палата как решала, так и будет их решать на своем уровне. У нас есть связь и с общественной палатой региональной, которой мы советуем, сосмотрим, а какие проблемы есть в других городах, в других регионах. Смотрим, как они решаются. То есть делаем определенные выводы. И сейчас мы хотим даже, вот мы с председателем общественной палаты области, с Аниным, обсуждали, что может создать даже ассоциацию, в которую входят палаты других образований муниципальных. Какие проблемы, чтобы нам не вариться в собственном соку. — Такая палата ЦФО, допустим. — Ну, типа, да. Чтобы мы могли как-то проблемы смотреть, какие есть у других, как они решают, советоваться. Ну, и как-то иметь перспективу. — Есть необходимость, кстати, в создании такого более обширного органа? — Может быть, и есть. Но это такой орган общественный, такой же общественный, который рекомендательный, и общественный, который для себя делает какие-то выводы, и дальше проще решать их. — Ну, это как, Алексей, вы спросили о планах, да? — Да, да. Ну, вот планы такие. Может быть, потому что мы сейчас продумаем, как их решать. Поэтому связь именно с другими муниципалитетами. — Какие-то акции, мероприятия проводит ли городская общественная палата? Понятно, что главный функционал – это помощь гражданам в решении насущных проблем в жизни города. А вот другие мероприятия проводятся ли? — Ну, вот акцию последней, я сказал, мы акцию проводили по концерту. — Да, концерт, который мы впервые это делали, и не только в области никто этого не делал. Акции в поддержку Крыма были. Ну, вот, то есть, когда Крым присоединялся к России, сейчас акции в поддержку Донбасса мы участвовали. Ну, как, мы не митинговали, а изучали законность, для чего это нужно. Нужна помощь, а и там русские, и тут русские. То есть, вот именно такая вот политическая подоплека она у нас состоит. Хотя мы не политическая организация, а, так сказать, имеем возможность самим думать и решать, на нас никто не давит. — Федор Никитич, а напомните, когда окончательно сформировался последний состав палаты, который сегодня работает? — Ну, вот сейчас второй год идет. — Второй год, да? Можно ли сравнить, и правильно ли будет, уместно ли этот вопрос, вот состав, который был, и состав, который есть? Чем они отличаются, в чем у них схожести? — Ну, вот в первую палату, вот я тоже попал как раз в первый созыв. Я еще раз говорю о том, что нам самим непонятно было, куда мы и чем будем заниматься. Сейчас более-менее мы знаем требования, возможности. И уже когда подбираются люди с общественных организаций, мы уже смотрим, где его можно, так сказать, использовать, применить его опыт для того, чтобы не делать ошибок. И наибольшую помощь он мог принести тем людям, которые его выдвинули, к тому направлению, в котором он специалист. Поэтому с каждым годом, я думаю, что у нас, будем говорить, работа палаты улучшается, разнообразней становится. И к нам отношение немножечко меняется. Ну, не к нам лично, а к работе палаты. – Такой вот немножко вопрос философского, наверное, характера задам. Может ли мнение членов городской общественной палаты не совпадать с мнением горожан? – Может. – Примеры? – И почему? – Потому что мнение горожан… Ну, вот я хочу, я требую, и вот дайте вынь доположь мне решение этого вопроса, как я хочу. Поэтому мы привлекаем экспертов, которые нам разъединяют, во-первых, юридически, законно это или нет. Дальше, значит, мнение палаты… – То есть вы оцениваете со всех сторон? – Со разных сторон, да. Ну, вот примеры по князь Владимирскому кладбищу. Потому что люди хотят, я сам хочу указывать своим памятником или еще что-то. А закон не позволяет это делать ему, потому что это, во-первых, там требования организации, которая следит за охраной памятников, а это там не все могилы, но некоторые, их нельзя просто трогать. Вот мы с этим столкнулись. Они говорят, а мы хотим? Нет, только родственники или охранные объекты. То есть, это где? Вот Гранкин был, Евгений Иванович, как она организация? – По охране… – По охране объектов культурного наследия. – Культурного наследия, да. Здесь тоже, значит, есть вопросы, которые, извините, мало что я хочу, но есть требования закона, которые не позволяют что-то делать с этим. – Но это, насколько я понимаю, что все горожане знают и требуют и давно хотят, чтобы у Золотых Ворот была проведена реконструкция, да, и с каждым годом об этом во все колокола звонят. Но чтобы в Золотые Ворота вбить лишний гвоздь, надо пройти 28 согласований. – Конечно, мало что я хочу, но это надо, там, ремонт какого-то здания, да, он требует согласования и необходимо, так сказать, решать вопрос не на таком… Даже не муниципалитет решает это, а нужно обращаться дальше. Поэтому мы высказываем свое мнение и говорим, ребят, мы готовы вас выслушать, помочь, но вот есть требования закона, которые нужно соблюдать. – Сегодня, наверное, крайний вопрос задам. Сегодня главные темы и аспекты, над которыми работают общественники. – Главная тема, ну, во-первых, мы помощь оказываем сейчас, вот главная тема – это специальная операция. – СВО. – Да, мы от этого никуда не отходим. И те житейские вопросы, вот буквально мы на днях собирали вместе с Советом Старейшин, проводили совещание по поводу подготовки к зиме, это жилищно-коммунальные хозяйства, потому что они всегда есть и будут, потому что люди не всегда довольны. Много вопросов по стоянкам в городе Владимире, общественным стоянкам, общественным транспорту, запретительным знаком, где транспорт можно ставить, где нельзя. То есть это согласование и с госавтоинспекцией, и с ГИБДД, и с муниципалитетом, которые вроде как и хотят и для жителей, и для автомобилистов сделать хорошо, но так не бывает, нужно какой-то компромисс искать. Вот эти вопросы у нас на повестке дня. Экономика, то же самое связано с бизнесом, потому что люди сейчас, которых там призвали, как бизнес работает, их призвали, а кто будет защищать их права, то же самое с этим нам приходится связываться и помогать людям решать эти вопросы. Спасибо большое, Федор Никитич, за ответы на вопросы. Я напомню о работе городской общественной палаты. Мы беседовали с ее председателем Федором Лавровым. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Федор Никитич, за ответы на вопросы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова